Привет, ребята, меня зовут Рисмон, сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, и в этом видео мы с вами поговорим о той броне в Майнкрафте, которую никогда не добавят в обычный Майнкрафт. Однако, она существует в других версиях Майнкрафта, например, Майнкрафт Данженс, ну точнее она оттуда и взята у нас. Ну что ж, давайте начнем поскорее, и для начала я вам покажу вот такой вот сундучок, в котором лежат вот такие вот мешочки. В общем-то, эти мешочки вы сможете найти в различных данжах Майнкрафта, в подземельях и во всяких других данжах, ну не знаю, их всякие разные же есть. Вот, там вы найдете вот такие вот арморбэк, ну мешочек с броней, и потом вы их можете открыть, и вам оттуда рандомно выпадет какая-нибудь броня. Так, кстати, они не стакуются ни в коем случае, так что не факт, что вы найдете сразу несколько, вероятно это будет один сундучок, и вы будете находить по одной частичке брони, ну одному кусочку в каждом данже. Ну что ж, давайте откроем первый, мы тут с вами нашли первый шлем, допустим откроем еще один, тут у нас уже снежная броня пошла. Так, еще, так, это вызывателя, так, это у нас шахтера, ну как шахтера, ну да, шахтерская броня, можно так назвать. Так, это броня вора у нас, и короче, и так далее, и так далее. Как видите, целый сет мы с вами здесь собрать не можем пока что. Но это, в общем-то, особо не важно, потому что я уже, в принципе, подготовился, чтобы вам показать броню сразу и наглядно. Также, кстати, вместе с этим модом для Майнкрафта вы сможете получить специальные достижения, которые вам дают способность коллекционировать эту броню. Короче, то есть вы должны находить вот такие вот мешочки и затем собирать броню. Как видите, я уже, в принципе, все эти достижения выполнил. Я ее, конечно же, не находил, я их просто взял, но, как видите, в принципе, все достижения у меня выполнены. И ваша задача выполнить абсолютно все эти достижения. И когда вы найдете все, вы получите достижение коллекционер. Собрать всю броню из Майнкрафт Дадженс в обычном Майнкрафте. Хорошо, давайте мы с вами начнем обзор на саму броню уже. Я тут немножечко все приготовил и выглядит она очень-очень круто. Единственный минус разработчик мода Косорукий и сделал так, что вообще вот это должен быть перед у стойки для брони, но почему-то она надевается здесь задом наперед. Но это ладно, это не критично. По крайней мере, на мне она сидит более-менее нормально. Давайте начнем с первой. Первая у нас это броня Вора. Мы ее с вами можем одеть. У нее есть только шлем и только нагрудник, точнее туник она называется. Ну это не важно. Вот шлем и нагрудник мы сами одеваем и получаем всего 2 единицы брони. К сожалению, эта броня крайне неэффективна в сражениях, но согласитесь, выглядит она куда прикольнее стандартной брони в Майнкрафте. Ну и так, в принципе, поразвлекаться будет интересно. Вот такая вот броня Вора, которая мне закрывает глаза на моем скине. Ну это не страшно. Я все равно не смотрю через броню. Я, грубо говоря, смотрю вместо брони. И вот так вот она, собственно, выглядит. Это у нас была броня Вора. Давайте мы ее с вами оденем обратно, чтобы она нам не мешала. И перед... Да что такое? Как мне ее... О! О! Все! Одел! Так, дальше. Одеяние Вызывателя. Одеяние Вызывателя. Это очень крутая броня. Она тоже, на самом деле, крайне неэффективная. То есть она не дает суперские какие-то там эффекты брони и так далее. Но, как видите, она выглядит очень круто. Посмотрите, у меня теперь потрясающая вот такая шляпа. Реально. Блин, ну в Майнкрафте не хватает нормальной шляпы. Потому что, ну, блин, ну хочется какого-то разнообразия на серверах и так далее. Вот если бы Маджанг сделали как плащи, только шляпы. Их можно было тоже какие-нибудь покупать, достижения получать и так далее. Было бы очень круто. Вот так вот броня эта выглядит. Она нам дает полторы единицы брони всего, но выглядит она гораздо прикольнее. Я бы, на самом деле, даже с такой бы броней поиграл бы. Хорошо. Приступим с вами к следующей броне, которая у нас имеется. Так, так, так. Это у нас волчьи доспехи. Эта броня выглядит просто суперски. И, по-моему, она дает нам гораздо больше единиц брони. Да, она нам дает уже четыре единицы брони. И выглядит она прям реально офигенно. То есть я прям выгляжу, как, вы знаете, в волчьем одеянии таком. Единственный минус. Обратите внимание на мои ноги. Как я говорил, разработчик мода косорукий идиот. И выглядит это, ну, как-то ужасно. Смотрите, когда я стою, все нормально. Но стоит мне только пойти, начинаются вот эти вот движения. Странно. То есть у меня броня с правой ноги прилипла к левой, а с левой к правой. Ну, выглядит это не очень приятно, если честно. Я надеюсь, что этот мод доработает и все будет нормально. Ну, может быть, надо какой-то баг-репорт скинуть или что-то в этом роде. Ну, не знаю. Скиньте разработчику моду, если вы найдете это видео. Мрачные доспехи. Мрачные доспехи выглядят тоже очень круто. Оно напоминает чем-то голову скелета. И у него также есть нагрудник. Здесь броня у нас тоже дает уже четыре единицы брони. То есть она гораздо прочнее, гораздо лучше и восприимчивая к урону. Но, к сожалению, почему-то не пишет. А ну, я попробую получить урон как-нибудь и посмотрю, какая у нее прочность. Почему-то я вообще про это не подумал. Мне надо, кстати, как-нибудь, знаете, вот так вот. Оп, упал. Нифига себе, она что, бесконечная, что ли? Не, я не понял. Сейчас я залезу в ратушу. Посмотрите, кстати, в деревне три ратуши. Это я не видел такого, чтобы их было три. Видел две максимум, но чтоб три нет. Так, сейчас мы с вами залезем на крышу. И вот так вот прыгнем. Пам! И, как видите, броня до сих пор целая. Хм. А если мы сделаем так, самон хаск. О, он меня бьет, он меня бьет, он меня бьет. Давайте покушаем. Так. Тут как раз к нам уже идет железный голем. А, нет, все. Прочность у нее показывается. То есть от падения она не показалась. Но прочность у нее 192. У шлема 132. То есть прочность, на самом деле, у этой брони тоже не очень хорошая. Но, согласитесь. Всему жертвуем ради вида этой брони. Но вот что-то она тоже как-то на глаза не налазит. Как-то, как-то мимо. Хотя у меня скин стандартный. То есть как должно быть. Как, в принципе, у Стива. Ну, скин Стива. То есть глаза на том же уровне. Хорошо. Давайте перейдем к следующим доспехам. Они очень кривые. Вот эти вот доспехи тоже очень кривые. Это доспехи наемника. Мы с вами сейчас их оденем. Так. И посмотрим, как они выглядят. Они у нас как бы на одной руке есть. На другой у нас они только снизу. Но, блин, выглядят... Вот они, кстати, выглядят прикольно. У нас спереди такая вот мощная грудь, которой мы можем толкать противников. И я, конечно, надеялся... О, смотрите, а у нее, кстати, броня гораздо выше, чем у прошлого. То есть уже 4,5. 4,5. Уже прогресс, на самом деле. Хорошо. Давайте попробуем посмотреть на ее прочность. Заспауним еще одного зомбака. Так. Так. 232. Да, она уже, по-моему, попрочнее будет той брони. Но все равно, конечно, прочность у нее немножко недостаточная, я бы сказал. То есть куда-нибудь на дракона я бы такую броню вообще не одевал. Следующая броня это пещерная броня. Либо броня шахтера. Назовем ее так. Вообще по игре она должна светиться. То есть вот эта свечка должна у меня на голове светиться и освещать территорию. Я, конечно, сейчас попробую спуститься куда-нибудь в темную пещеру. Но я очень не думаю, что она мне как-то в этом поможет. И как-то что-то там будет освещать. Броню дает она нам всего на 3,5 единицы. То есть еще меньше, чем прошлая броня. И чуть больше всего лишь, чем броня... А тут нет пещеры? Блин, нету пещеры. А ну если мы просто включим Time, Set, Night. Так, включаем ночь. Нет, как видите, она не загорелась у нас. Это вот... Вот это вот печально. Вот было бы круто, если бы разработчик мода доработал ее и сделал бы все прям чики-пуки. А не просто вот это вот текстурки залил. Сделал, типа, дополнительную броню. Там какую-то прочность прописал и все. Вот если будут эффекты у этой брони. Если будет... Она нормальная, а не так, что она как-то криво одевается. И если эта броня будет иметь свои особенности, например, вот эта броня будет освещать территорию. Вот тогда все будет суперски. Вот реально обращаюсь к разработчику. Братиш, пожалуйста, доделай мод свой. Дальше у нас идет верная броня. Она у нас так называется по игре. Выглядит тоже неплохо. И дает нам уже 5 единиц брони. Что уже лучше. Гораздо лучше, чем предыдущие броньки. Так, посмотрим, что по прочности. О, здесь уже прочность 400. Это хорошо. На то она и верная броня, что прочность у нее... Блин, я ударил стойку для брони. Прости, пожалуйста. Так. Что-то как-то я... Что-то я как-то... Ладно. И... Ну ладно, застряла. Хорошо. Перейдем к следующей броне. Следующая броня у нас тоже достаточно редкая вообще в Minecraft Dungeons. Это снежная броня. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит у нас. Имеет 3 единицы в составных. То есть это ботинки, шлем и нагрудник. Заметьте, ни у одной из броней нет штанов. То есть они либо вот нагрудник и шлем, либо нагрудник, шлем и ботинки. Выглядит она вот так. И вам сразу покажу вот бак. Посмотрите опять на мои ноги. Что? Я бегу как козел. Реально как козел какой-то. Или сайгак. Я не знаю. Но вот это минус. Косяк, братиш. Косяк. Да, делаем вот. Выглядит она на самом деле очень круто. На голове сидит потрясающе. То есть глаза ничего не закрываются. И я даже чем-то на... Не знаю. На Тора похож что ли, блин. Но тоже эффектов никаких у нее нет. Но единиц брони дает уже 6. Давайте посмотрим, что у нее по крепости. Так. Давайте выпьем... Ой, съедим немножечко яб... Этих... Стейков. И посмотрим, что по прочности. 272. А, вот прочность у нее уже хромает. Прочность у нее гораздо меньше, чем у верной брони. Почти в два раза что ли, да? Ну, блин. Ну, не почти в два раза. Ну, около того. Так. Хорошо. И теперь мы с вами приступим к последней броне, которая у нас имеется вместе с этим модом. Это броня стрелка. Давайте мы ее с вами оденем. Посмотрим. Дает всего полторы единицы брони. Было бы круто, если бы эта броня давала вам бесконечные стрелы. Стреляете дальше. Дальше. Допустим, если вы стреляете с луку, он становится сильнее и так далее, и так далее. Но, к сожалению, этих эффектов пока нет. Но я прям очень надеюсь, что разработчик не забросит этот мод. Потому что идея реально очень крутая. И можно запилить и просто сделать конфетку. Вот так вот выглядит эта вот броня. Как видите, она мне прям такую вот шею держит. Я бы даже так сказал. Такие барды или как это называется, я не знаю. Давайте посмотрим, что у нее по крепости. Ну, конечно, урона она вообще никак не снимает. Потому что всего 2 единицы. И прочность у нее всего 192. Поэтому этим бронькам не хватает эффекта. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом все. Кому видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, нажимать клавишу колокольчика. И также 19 июня выйдет новая старая рубрика на моем канале про динозавров. О ней вы можете почитать в сообществе моего канала. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем пока-пока.